День Учителя – один из самых любимых всеми профессиональных праздников. В Магнитогорской системе общего образования трудится более 6 тысяч учителей, в числе которых есть настоящие звезды, чьи ученики год от года становятся победителями престижных конкурсов разных уровней. Один из таких педагогов – учитель информатики Академического лица Андрей Литвин. С ним познакомилась Юлия Никифорова. Андрея Вячеславовича Литвина можно назвать одним из лучших примеров современного педагога буквально во всех смыслах. В свои неполные 30 лет он имеет 11 лет педагогического стажа. Профессию обожает. Педагогика, говорит Андрей Вячеславович, моя жизнь. Андрей Литвин заведует лабораторией информатики Академического лицея, преподает информатику, ведет курсы промышленного программирования, кружок робототехники. Разбивая стереотип о непрестижности работы учителя, Андрей Вячеславович утверждает, что совокупность таких качеств, как желание работать, творчество, энергия и профессиональные способности позволяют педагогу и достойно зарабатывать тоже. Хотя самым главным плюсом работы учителя он считает постоянное общение с молодежью. Финансово здесь ни в коем случае в образовании не хуже, чем в любой другой отрасли. То есть, с точки зрения финансово, у меня очень все устраивает. С точки зрения, например, того, что когда общаешься с молодыми людьми, тут еще спорно просто только его больше учат. Вот, у меня такое кредо, одно из моих кредо по жизни, то, что человек должен учиться всегда. То есть, если он перестал учиться, то, по сути, он немножко угасает. И для меня это очень важно. И общаясь с детьми, они меня заставляют учиться дальше. Сегодня перед школой государство ставит глобальную задачу социализировать молодого гражданина, профессионально ориентировать его, подготовить к жизни. Андрей Литвин, опять же, вопреки стереотипам об учительской работе, активно работает с бизнес-партнерами, возглавляет городскую IT-школу. В ней обучается 90 детей. Если учесть, что главная тема лицея – это сетевое взаимодействие, и 22 образовательных организаций только нашего города, и 10 образовательных организаций Челябинской области являются нашими партнерами и работают с нами по направлению проекта «Инженеры будущего», то вот этот огромный штат педагогов, который доверил Андрею Вячеславовичу представлять IT-направление нашего ресурсного центра. Работая с детьми, рассказывает Андрей Вячеславович, в первую очередь он старается научить их взаимодействовать друг с другом в команде, учит их отстаивать свою точку зрения, ставить и достигать цель. Информацию можно найти и в интернете. Веру в себя и свои силы помогает обрести учитель. Кстати, все выпускники Андрея Литвина этого года, более 20 человек, поступили на бюджетное отделение по профилю обучения физика, математика, чем учитель очень гордится. Если посмотреть, куда поступают дети моего профиля, а у меня А-профиль – это IT, математический профиль, то это лучший вуз из страны. Это бюджет лучших вузов из страны. Если даже за прошлый год посмотреть, это московский МФТИ, это самый лучший вуз в плане физики и математики, профессиональной технологии. Это Санкт-Петербургский институт ИТМО, это Казанский институт Иннополис, это Челябинский ЮРГУ. Андрей Вячеславович просто отличный учитель. На мой взгляд, для меня он самый любимый учитель из лицея. Благодаря Андрею Вячеславовичу я выиграю в таких мероприятиях, как «Сириус», «Люд Будущее». То есть это у нас федеральные программы, организованные президентом. Встретить в своей школьной жизни хорошего учителя – это очень важное событие, от которого зависит и то, какую профессию выберет ребенок, и то, как будет развиваться юная личность. День учителя – общенародный праздник и замечательный повод поблагодарить людей этой профессии за их нелегкий и очень ответственный труд. Дорогие коллеги, я от души и от всего педагогического коллектива, не только от своего лица, поздравляю вас с нашим великолепным, замечательным, профессиональным праздником. Я желаю вам здоровья и творческого горения.